Всем привет, с вами Юмилия. Как я понимаю, ролик у Мармока по хоррору. Ну, судя по превьюшке с надписью, бу, и судя по атмосфере, вот по этому кадру, это кровь на двери или что? Я не совсем понимаю, но мне уже не по себе. Смотрим? Как это работает? Я нажимаю новая игра, он мне меняет. Чё-то голос у Мармока странный, он приболел? Это язык. В этом весь ужас этой игры заключается. Итак, давай начнем со вступления какого-то, да, итак... Офигеть, он охренет. Спасибо. Я думаю, вы уже и сами догадались, что не совсем есть хайбаригуд. Если вы задаетесь вопросом, гробаный Мармок, где видео, и почему ты звучишь как электромопед, то, скорее всего, вы не подписаны на мой телеграм-канал, сударь, потому что... Не, слушайте, на самом деле я подписана, но у меня дофигища подписок, и я к нему, честно скажу, давно не заходила. У меня реально очень много подписок, слишком много подписок в телеге. Все новости, в том числе, связанные с задержкой выхода видео, есть в моем телеграм-канале. Господи, мне так его жалко, такой голос, ну вот... Есть люди, которые заболевают, и у меня голос совсем немного меняется. Здесь же это просто... Как будто другой человек такой прямо сипший, охрипший. Еще видео для нас с вами снимает. Давайте все завозим лайки Мармоку. О, я уже устал, как сложно. Жесть, он как будто постарел лет на 15 минимум. На одной волне, рассказывайте вам приятные истории. Нет, ну, no wait one minute, мы должны быть сегодня как Инь и Янь, понимаешь? Я темная сторона этого видео, а ты светла. А я буду приятным голосом этой трансляции, который будет стараться отвести вас от этих темных, неприятных чувств, от прослушивания твоего голоса. Мне бы жалко просто, когда я его голос слушаю сейчас. И на такой ноте мы начинаем. Запускай. Мне просто интересно, если это реально хоррор, и если Мармок будет пугаться, то... Какие у него будут крики сейчас? Хотя в основном джохом пугается, когда они хоррора играют. Ну, посмотрим. Ага, и у нас сразу задача попасть в 64-ю квартиру покойного дедушки. Итак, учитывая, что я проходил эту игру, я знаю все повороты сюжетные. Какие знакомые коридоры. Я с незнакомым, я буду тебе подсказывать неправильно. Я буду подсказывать тебе правильно, там где-то будет уместно. А где будет неуместно, где я знаю, что ты испугаешься. Ну, я понял. Просто, чтобы не тянуть кота за мошонку, а что, здесь есть какие-то сложные головоломки, где я могу топтаться на одном месте? Нет, головоломки не сложные, но и ты не особо. Помогите найти человека. Поэтому, как бы, придется как-то... Это что, USB-зарядка? Так, мы находимся на первом этаже. Нам надо в 64-ю квартиру. Давай проверим почту. Вон там торчит что-то. О, смотри, давно считание оплачивал дедуля. Ага. Ну, такой побер же. Довольно тяжело оплачивать, считая, что ты сдох. Согласна, мой такой темный подъезд. Ну, не знаю, больше звучит как отмазка. Стремно. Стремно от того, что он даже просто зашел в этот темный подъезд, и там уже... Тут тоже нет 64. Не по себе. Нет. Блин, да где это 64? А, вот она. Все, мы на нужном этаже. И что? А мне просто... Ой. Просто открыть? Открыто? Там даже свет горит. А, это не та дверь. Это общая еще дверь. Да. Там буроцемент. Чувак, это так похоже. Я говорю, я когда прошел эту игру, потом уже понял, что планировка квартиры... Евроцемент. Один в один совпадает у моей бабушки. Прикольно. У меня с моей бабушкой сейчас совпадает только голос. Ой, мужички. Ладно, веселье закончилось. Нам пора страдать. Что-то написано. А он не прочитал, что написано. Ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты внимательно смотришь по сторонам или нет? Бля, почему тебе ничего не поможет? Ой. Ой-ой-ой. Это вешенка. Это вешенка же была, да? Сига не спорти сразу. Что ты увидел? Что это было? Человек в кителе, в сапогах. Что? Спокойно. Возможно, это просто сапоги и повешенная китель. Я так сильно стеснул в голову, что меня заложило уши. О-о-о. Охренительно. Забрать семейный бомб. Нет. Ужасный. Эти фотки всегда меня пугают в хоррорах. Вроде бы обычная фотография обычного человека. Но, блин, в них есть что-то стрёмное. Мрачный, но какой есть. Хорошо вот это картина. Больно проработано. Знаешь, поди, Паля, посмотри по некоторые вещи. Я думаю, тебе приколят некоторые вещи. Водяра прикалывает. В том числе. Не, в целом вообще атмосферненько. Холодильник, вот этот советский зилп. Зил, который, да? Зил, или ракета, или гамадри. Не, ракета был пылесос, это я точно помню. Ой, да, был пылесос. Реально, как-то назывался. Или ракета, или что-то еще. Ой, честно, я такого не помню. Однажды разобься, он не ударил его, чуть ногу не сломал. Он металлический очень плотный. Нас, батя, им пиздил. Что? Да. Блин, ты, конечно, можешь испортить настроение просто на ровном месте. Слушай, я только вошел в квартиру. Дай мне просто ощутить вот эту всю тленность, бытия советской жизни. Квашеная крапива. Квашеная крапива. Квашеная крапива. Я вспомнил, как я в детстве болгаркой и насадкой вот этой вот жесткими волокнами металлическими очищал от старой краски. Ой, боже, у тебя голос реально, владельцы этой квартиры. Я вернулся домой. Блин, навешенка. Где мои макароны с сыром? Жестный голос мой. Ты опять дрочишь? Открывай комнату. Ой, жуткая фотка какая-то. Я хочу снимать на фотокамеру. Мне завтра голос Ари Вор. Блин, зря он пошел в такую игру с таким голосом, потому что реально столько эмоций, криков, наверное, сейчас будет. Потому что как бы у нас с вами еще дофигища минуты того ужаса. И сама квартира, ну прям видно всю безнадежность человека, который там проживал. Что происходит? Все ж так весело было. Почему мне жарко? Это из-за Мормоков все весело было из-за Джохана. А так здесь вообще не весело ни капельки. Страшная картина. Да, согласна. Ебать, Гланды! Ёбать, блядь! Твою мать! Придурок, ты понимаешь? Там был труп. Я только что крикнул больше нормы. У меня Гланды сдохли, блядь, второй раз. У меня предохранитель слетел, блядь, все. Жопа. На подсултанге разговаривать реально. На сердце голосится просто, если честно, у самой. Я реально как просто змея в ландомор-то буду говорить в конце. Ты крикнул раньше, чем я увидел то, что произошло. Понимаешь? Там мужчина лежал, как на шезлонге, блядь, в Анталии. Что за хуйня? Я охуел мгновенно. Еще. У Мормака тут только что была реклама. Если что, ссылка на его ролик в описании. А я прорекламирую прямо сейчас свой телеграм. Залетайте обязательно туда. Там фоточки, новости из жизни и разные анонсы. Ну и кроме того, залетайте на Тро-Ва. Стримы проходят сейчас только там. А внизу вот у нас в экранчике, там получается справа, количество подписчиков. Помогите набрать 10 тысяч. Было бы нереально круто. Поэтому все ссылки в описании. Залетайте, подписывайтесь. А мы возвращаемся к этому завистицу. Еще одна стрёмная. Как моя жопа комната. Почему все становится... Нет, я не понимаю, почему люди любят играть в хорроры. Я даже смотреть это не могу. Мне смотреть это страшно. А он сам играет. Ты просто можешь поднять взгляд чуть выше и увидеть странные... Блядь, я увидел две пылинки. Что? Я подумал, что это глаза. Ой. А я не увидела, а теперь я их вижу. Это сон! Ебать, блин, мурашкость по всему телу. На хрен, блин. О, я еле-еле заметил это тело. Сердце, сердце, сердце. Я не увидела, пока Мармок не сказал честно ничего в этой темноте. Но это нереально стрёмно. И я не понимаю, это галюны у героя? Или реально что-то там происходит в этой квартире? Потому что Мармок так и не показал, что в комнате слева, в которой этот челик на расслабоне, так скажем, лежал. Так, да. Блин, еще 12 минут ролика. Жесть. Такие видосы я, если честно скажу, вот честно скажу, заставляю себя смотреть. Потому что это Мармок. Потому что я знаю, что вы просите реакции на такие видосы, тем более. Но мне максимально не по себе. Максимально становится некомфортно. Некомфортно, да. Уже туплю даже. И сердце просто фигяшит. Я не просто так сижу, на самом деле, вот так с кулаком. И с другой рукой на мышке. Потому что мышкой буду останавливать, а кулаком, если что, не знаю. Это защитная реакция, наверное, какая-то дебильная. Я до этой игры не мог ощутить мурашки в районе ануса. Серьезно? Я подумал, это две пылинки. Это глаза и силуэт. Слушай, я не вижу других вариантов, как заходить в темные комнаты. Нет, 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 нет. Это стрёмно. Слушай, я не вижу, он до сих пор стоит. Не в этой комнате. Зачем ты мне сказал? В какой-то комнате есть еще. Фак, мне не по себе становится еще отжохано. А от того, как он ему говорит, не в этой, не в этой, не в этой. И растет напряжение просто в видосе. Еще какая-то фотка жуткая справа. Наполнула я. Это же ходить. Лево, налево, смотри, налево. Я просто помню. Я не могу, я не могу, нет. Нет, не вижу. Ничего не вижу, значит, ничего там нет. Ой, он же справа! Нет, справа! Нет, 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 нет. Нет, я подумал там... Нет, нет. Слушайте, дайте я сейчас мини-перерыв себе устрою. Реально, я настолько ссыкуха. Кто не знает, я реально ссыкуха. Я не могу смотреть такие видео. Я вся вспотела нахрен, при том, что до этого мне было холодно, и я надела кофту. Сейчас, мне нужен мини-мини-перерыв. Вот буквально, сейчас приду. Я позвала группу поддержки, человечка, который вот сейчас протянет мне руку. Чё ты сто трясёшься, а? Я буду держать его руку и смотреть видео. Надеюсь, что я не обосрусь. Сколько могла обосраться. Всё, давай, мы смотрим видео. Там уже стрёмный силуэт. Я тебе рассказала, что там было. Я вот вижу, у тебя тут другой силуэт. Давай осидим видео, смотрим! Нафиг. Всё, всё, всё. Она на самом стрёмном остановилась. Они идут с Джоханом, Мармок, и Джохан увидели силуэт деда какого-то. Не матюкнуться бы, а? Ты же вырежешься потом, если я матюкнусь? Нет, конечно. Ну вырежи, я не хочу. Это стрёмно, это страшно. Я еле контролирую себя во время страха, чтобы не матюкаться. Начинаю всё. Тут что-то как доска какая-то. Мурашки такие. Какая-то доска? Я хочу, чтобы это закончилось. Я тоже. Хорошо, пока. Вот и правильно. Крем, звёздочка. Звёздочка. Списает от любых проблем. Абсолютно. Мне кажется, если дать трупу понюхать этот крем, то он воскреснет. Я хочу, чтобы ты после этой игры, и до этой игры, написал мне завещание. Завещай мне что-нибудь приятное? Что? Завещаю тебе все свои нерешённые проблемы. Аминь. Что? Блядь. Неплохое завещание. Ой. Это что за хрень? Я знал, что что-то здесь непрятное будет. Сердце, кстати, у персонажа тоже забилось. Ну, чувак, нахуй. Ты... Суперская игра. Ты сам воссался, да? Да. Я обосрался больше. Извини. Извини. Ну, стрёмно же. Нахрен такие игры. Господи, кто их создаёт? Психи какие-то это создают. Для чего? Зачем? Чтоб сердечные приступы у людей случались. Это естественный отбор. Вид естественного отбора такой. Миграционер плюс один. Надеюсь, что нет. Я все равно вроде в порядке наорала. Назаралась. Я, кажется, никогда в жизни не испытывал такие смешанные ощущения. Так, окей. Я бы его сожгла просто. Теперь нам нужно здесь какую-то ещё детальку найти. Подобрать её альбом. Какой он стрёмный. А тебе нужна альбом. Ой, вау. Уходи. Тусовка тараканов. Эй. В смысле, уходи. Кажется, они против. Ой, там слева кто-то был. Там не мешала их оргия. Там кто-то был. Там кто-то был. Ты не увидел слева силуэт? Я тоже, вот, был. Блядь. Что? Ты чё, слепной дебил, что ли? Эй, алё. Что? Нахрен эту игру? Блин, я не знаю, как это досмотреть. Ещё столько... Ещё целых 10 минут смотреть этот звездец. Да тут наверняка ещё столько контента. Ума... Ой, с этой куклой. Господи, не, я не знаю. Слушайте, выдержит ли моё сердечко подобное. Посмотрите, сколько тут всего конец. Вот когда ты приходишь в гости, и тебе говорят, уходи, надо просто взять и уйти. Ещё минуту потную ладоньку не уходить. Я не знаю, как это смотреть. У меня реально сердце бьётся, бешено. Я не смогу это досмотреть. Даже Мармок обсирается с Джоханом, понимаешь? Даже они обсираются. Это игра, да. Я тоже хотел поиграть, но потом увидел прохождение. Она одна из самых таких ужасных. Ну, блин. А я сейчас досмотрю. А вдруг у меня инсульт случится? Это скорую вызовет. Да у меня, блядь, от тебя инсульт. Мне кажется, это будет. Там кто-то в дверь случится. Ай, вы чё пугаете? Он тут мне помогает. Я тут видел страх. Где ты сделай там, чё, куда там нажать? Я уже нажимала там, нажимала куда там. Я не знаю, как нажимать. Ты это вырежешь. Ты монтировать будешь, не я. Я это пересмотреть не хочу. Ты что, во второй раз обосрался? Ладно. Всё нормально с тестовом? Начали. Это точно начали? Может, закончим? Реально не могу. Сердце хреново. Какая игра стремная. Кретин, слепошарный. Чёрт это я. Да где я? Ты слева был? Кто в силуэт? Сохрани, посмотри, придурок. Исчез, да? Гондурас. Кто там? Исчез, блядь. Я обделался. Я вообще забыл про это. Я никого не забыл. Я заметил, испугался, а ты нет. Как хорошо быть тупым, слопоком. Зато сердце не страдает. И спится подотянуться легко. Хорошо. Я сохраню. Я хочу прям посмотреть. Мне интересно. Давай посмотрим вместе. Может быть, нахрена. Может быть, не досматривать. Всё, 10 минут, половина. Всё хорошо. Чё-то не могу я такое смотреть. Как такое вообще можно смотреть? Как такое может наиграть? Ты вообще засыпаешь? Чё? Какого хрена он засыпает? Ему скучно. Тебе реально скучно, что ли? Может, ты за меня досмотришь это видео? Посмотришь сам? Да. Не, у меня со психикой что-то не то. Реально. Я реально думаю, что с моей психикой что-то не то. Почему я боюсь какой-то сраной игры? У меня никакого деда тут нет. Ну, Леопольд, кот 13-летний. Всё. Никакого деда в этой квартире нет. А так страшно, как будто это я вот прям в этой квартире нахожусь, и на меня сейчас этот дед нападёт. Как это работает? Я реально не знаю. Почему я настолько сильно вот проникаюсь в этой истории? Почему я настолько чувствую себя на месте героя, вот этого, которым играет Мармок? Я не понимаю. Из-за чего у меня такое? Это, наверное, какое-то психическое расстройство. Не знаю. Это странно. Идеально же странно. Почему я так боюсь? Потому что ты так не боишься. Никто так не боится. Я вчера сейчас с Тимаса с Павгой ушёлся. С Павгой? Ну, это другое немного у тебя. Волнение было. А здесь прям обсёр. Как будто меня сейчас убьют. Ужас. Я не знаю, честно, насколько меня ещё хватит. Да, я часто, слишком часто стопаю. Я знаю. А что делать такое видосы? Ужасно. Чуть со стена. Как будто, что ли, замуровали в ней. Труп чей-то. Ладно. Давай. Так, значит, тут кто-то был. Да! Б***ь, придурок. Вот это да. Это уже было. Уже ты обернулся. Это сейчас будет. Вон! Том, ещё раз он был. Ты второй раз его не заметил. Ты дважды его не заметил. В зеркале его не видно. Да. Тень видно. Я прям в упоре стою. Прям за спиной. Как это жутко. Нахрен. Он исчез. Как раз, когда я вернулся, я его не... Нахрен эту игру! Как хорошо, что я его не заметил. Я бы опять... Второй скример подряд. Он как-то выудрился, знаешь, по своей тупости. Проебать. Я бы проглотил свои гланды. Обе причины. А вы не видите этого звездеца. Вы вот этого не видите. Отчего я в шоке. Там моя камера была. Не, нахрен, слушайте, всё. Мне моё здоровье дороже. Вот можете дизлайк поставить, я пойму. Всё, мне моё здоровье психическое дороже. Да не могу я нахер. Мне плохо становится. Слишком игра жуткая. Ну, блин, в Волтласти, мне кажется, так страшно реально не было, когда я пробовала. Да, я когда-то пробовала его пройти. Ну, реально, слишком стрёмно. Мне что-то психикой надо делать. Может, таблеточки какие-то попить. Ну, прям не по себе становится. Как будто это меня сейчас этот маньячелло убьёт. Ну, давай я попытаюсь ещё чуть-чуть. Ещё чуть-чуть, насколько могу. Но потом всё. Если я сейчас слишком сильно испугаюсь, я остановлю реакцию. Какого хрена? Я вроде не верю в паранормальщину, но вот почему-то страшно. Реально страшно в такие моменты становится. Кто-то жрёт. Кто-то что-то жрёт. Крышку без меня. Играю даже не я. Ты что, не видишь, что ли? За тобой. Блин. Да нет, это оттуда. Как ни при... Что мне делать? И что, мне идти туда, блин. Я отпугну его с вьетнамской звёздочкой. Хорошо, это просто... Кровавая дверь! Серьёзно? Он туда нахрен пойдёт? Он туда пойдёт? Зачем он туда пойдёт? Ты-то-то тоже страшно, да? Хотя ты здесь звуков не слышишь. Если бы я звуков не слышала, мне, может, тоже так бы страшно не было. Ну нахрен, может, не надо? Одиннадцать минут. Моё любимое число. Как раз, может быть, стоит закончить. Ладно. Нахрен. Это всего лишь сраная игра. Это сраная игра. Сраная долбанная игра. Так? Это сраная долбанная игра. Это не по-настоящему. Наушник я вот так сниму. Звук чуть-чуть потише сделаю. Всё! Ничего страшного там нет. Это просто игра. Это просто игра! Это просто игра. Не нахрен! Всё! Всем спасибо, извините, что так вышло. Я даже сручки не могу. Мне реально страшно. Слишком страшно становится от такого психодела. Вот тот мужик, который сбоку был Мормок, а когда Мормок его показал, он был последний, предпоследней каплей. А вот это последняя капля. Всё, я реально не могу. Слишком стрёмная игра. Мне кажется, это самая стрёмная игра, в которую Мормок играл. И вот у Брайана я видео не смогла про Морк посмотреть. И тут тоже как-то особо не могу. Не знаю. Может быть, эта тема меня слишком задевает? Тема с трупами, которые неожиданно ещё и оживают? Без понятия. Если что, ссылка на ролик Мормока в описании. И досмотрите сами, если ваши нервы гораздо крепче моих. У меня получилась вот такая половинчатая реакция. Я знаю, что это не дело, и надо было записать реакцию бы на всё видео, но я не могу. Потому что, судя по тому, что я вот тут налистала просто, там дальше ещё стремнее будет, ещё страшнее с этим ребёнком сраным, которого, я не знаю, выкинуло бы нахрен в окно, вот после таких скримаков, которые там были. Давайте вот просто вот так вот пролистаю. Ну что это за записка какая-то? Нет. Нет, нет, нет. Это ужасно нахрен. Это, блин, нахрен ужасно. Конец. Давайте вот послесловие Мормока послушаю. Ой, дай мне за всякий случай руку. А то вдруг что-то страшное, Мормок скример стоит. Давайте вот послесловие. Ух, очень короткая, но очень напряжённая и насыщенная скримерами игра. Короткая? А он, получается, всю игру прошёл за всё это время, да? Мне стыдно за него. Это моё заучение. Твой голос. Да. Да, голос. Голос. Голосу. Такого-то хоррора, конечно. Вот читайте, вот это и вот, и сейчас и с голосом. Конец. Нету голоса. Голос остался там, позади. Да. Блин, я даже не могу свою коронную концовку записать. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. На этом всё. Вот такая вот игра. Просто решил чем-то вас порадовать, потому что давно видео не было. Я всё жду, когда нормализуется голос. Но, как видите, я сегодня только хуже сделал. Да, не надо было в том, что вы подождите. Поэтому нужно ещё подождать. Поэтому вот такое вот видео. Спасибо всем за просмотр. Здесь был гробан. Спасибо за ролик. Я всегда это говорю и скажу сейчас. Ну, господи. Я знаю, что многие у Мармока обожают хорроры, но не я. Это самые мои лично нелюбимые ролики у Мармока. Да, здесь много эмоций. И у Мармока, и у Джохана. Но со мной реально с психикой что-то не так. Почему мне настолько страшно? Я не понимаю. Оркадий. Надеюсь, игра понравилась. Который открывает пачку с таблетками прямо сейчас. Это охлаждающий холд. Это для дыхания приятного. Почему я это объясняю? Я не знаю, зачем ты вообще начал это объяснять. Короче, ребят, спасибо за просмотр ещё раз. На этом всё. Ну, сори. У меня какой-то половинчатый просмотр получился. Мармок ночью подарил. Подарил голландский штурвал. Аркаша утром подарил просто штурвал. Так, ну, на самом деле, я знаю, что такое голландский штурвал. У меня очень много друзей мужчин. Лучше бы я этого не знала. Когда я не знала, что такое, мне так хорошо в этой жизни жилось. Ой, песня, кстати, топовая прям. Джохан, изучи повороты. Подготовимся. Научимся вовремя скидывать газ. Мармок. В конце. Нормозить. Ну, Джохан прям профи в этой игре. Кстати, видео с его канала про гоночки. Мы пока что, к сожалению, не посмотрели. Но это исправим. Нервные клетки Аркаши просто существуют. Марин, давай запишем видео живые гонки номер два. Нервные клетки Аркаши. Приятно было познакомиться. Вот это нервные клетки мои сейчас. Приятно было познакомиться. У меня просто сейчас стрим. И, блин, я не знаю, в каком бы психическом состоянии я бы его проводила, если бы посмотрела весь видос полностью. Ой, какая картиночка милая. Хочу сказать вам спасибо за просмотр. Сказать Руси отдельное спасибо за то, что отошел от всех своих дел. Пришел ко мне, сел. Голенький, ну, в прямом смысле, реально человек был занят. Я его вырвала, чтобы он со мной посидел. И хочу принести извинения перед тобой, что-то рвало тебе видео, недосмотрела. И принести извинения перед вами. Реально, со мной что-то не так. Я уже давно про это думаю. Слишком я впечатлительная какая-то. Да ненормальности впечатлительная. Если вы знаете, что это вообще может быть, может, это какой-то некий диагноз, напишите в комментариях. Может быть, у вас такое было, и вы эту проблему как-то в своей жизни решили. Но игра настолько жуткая, может быть, она как-то бьет на некие страхи людей. И, может быть, здесь были какие-то страхи лично для меня, из-за чего мне было неприятно в нее играть. Но, если подумать, вот этот момент с пацаном с мелким, где красным так еще приблизили стрёмно, это чисто скример. А скримеры, они чаще всего страшны за счет звуков. Может быть, дело в том, что у меня слух довольно чувствительный, да, и поэтому я боюсь скримеров. Потому что даже если я ночью лежу, а кошка у меня что-то скинет со стола, меня вот прям вот так вот немножко дергает в эти моменты. Может быть, дело в чем-то подобном. Все, спасибо, извините, пожалуйста, жду вас на своих стримах Натрова. Может быть, даже прямо сейчас он там проходит, ссылочка Натрова в описании, на телегу тоже. Всех целую. И всем пока. Амармоку желаю скорейшего выздоровления.